Всем привет! Ну вот я и дождалась свою посылочку. Меня зовут Надежда и я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Скажем так, посылочка долгожданная. Не то чтобы посылочка долгожданная, она пришла у меня очень быстро. Растения, которые находятся внутри, они долгожданные. Давайте я начну пока открывать и расскажу вам. Дело в том, что еще в том году я взяла за правило себе, что не делаю больше таких покупок, что увидела, захотела и схватила. Нет, да, хочется много всего. Разнообразие обалденное просто это что-то. Единственное, что вы смотрите, видите, это вот единственное, что это маленечко вот так вот. Но я думаю, что все будет хорошо, я надеюсь. Как я делаю? Я закидываю себе в картину, допустим, растение, которое мне очень нравится. Очень бы я хотела их у себя. Жду какое-то время. Ну, прям бывает, жду. Очень хочу и очень жду. Вот, допустим, вот это растение, которое мне сейчас пришло, я его хотела больше года. Вот, и в этом году я все-таки уже решилась на него. Есть еще одно, которое бы я хотела в продолжении, как бы, в коллекции. Ну, это уже на будущий год. Вот, я, получается, закидываю себе в корзину и жду. То есть, проходит какое-то время, и если я понимаю, что я все еще очень сильно хочу это растение, значит, оно точно у меня будет. А потом я все делаю для того, чтобы его купить. Вот. Ну, вот, представляете, представляете, какой капец. И слов нет у меня. Я пока снимала видео, мне позвонили, прервали. А потом я не нажала просто на кнопочку. Вот и все. Сижу, разговариваю с вами. Ммм, какая Надя молодец. Потом думаю, а что у меня телефон-то тухнет? Наверное, потому что Надя распаковала всю посылку, а на кнопочку не нажала. В общем, вы меня, ради Бога, извините. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу, что же я все-таки распаковала без вас. И начну мы уже тогда в обратном порядке. Вот это, это бонус. С этого магазина всегда приходит какой-нибудь подарочек. Всегда-всегда. Вот. Посажу. И пускай он меня радует, растет. А также пришло у меня вот такое растение. Вот название. Сразу пришло вот в таком подвесном кашпо. Сейчас я его помою, обработаю. Оно так свисает своими плёточками. Очень красивое. Собрат этого растения должен мне прийти сегодня или завтра тот, который я действительно себе хотела. Но оно очень плохо доходит. Первый раз, когда я его покупала, оно у меня не выжило. Вот. Надеюсь, в этот раз всё будет хорошо. Сегодня СДЭК должен сделать мне посылочку, доставку. Посмотрим, как там будет. Ну, вот такое вот растение. Ну и, конечно же... Ну и, конечно же, мой давний... Мой давний хотелок. Вот такой вот чёрный замиоколькос. Вот с таким классным ростом. Блин, вообще... Ну, позвонили по работе. Сколько раз зарекалась ставить телефон на авиарежим, когда он начинает снимать видео. И каждый раз я это не делаю. И вот так вот получилось. Ну, замиоколькос без грунта, как вы видите. Сейчас тоже будет обработка. Дальше я посажу его в лечузу. Всё будет очень просто. Поставила и засыпала. Здесь я всё обработаю. И сниму вам, как у меня вообще потом всё это получилось. Вот. Также мой бонус, подарочек. Вот. И три кашпо. Вот таких. Мои любимые кашпо квадро. 1,2 литра. Только это чисто белый цвет. Я думаю, что чёрный замиоколькос в белом таком кашпо, это будет просто огонь. Это будет вообще невероятно что-то красивое. Поэтому я, когда посажу всё это, я вам обязательно всё это покажу, как у меня получилось. Зацените, напишите. А ещё вчера у меня была доставка. Я себе не стала показывать, но потом покажу. Купила себе запасные вот такие вот ножницы секатор. Моим уже всё. За столько лет износились. Практически не режут даже уже корни у орхидеи. Даже уже самые хлипкие корни не режут. А также я заказала себе вот такое вот удобрение. На одном канале у девушки я посмотрела, что она тоже занимается гидропоникой. То есть у неё также есть и лечуза. Ну, в общем, безземельное содержание в основном у неё идёт. И она использует вот такие вот удобрения. Чем они хороши? Почему они меня заинтересовали? То есть это полугидропоника, да? Так, сейчас я расскажу вам. Это двухкомпонентное удобрение А плюс Б для вегетирующих декоративно-лиственных салатных растений. Подходит для глубоководных систем, капельного орошения, систем периодического затопления и тонкого питательного слоя с использованием различных субстратов. Абсолютно. То есть идёт 2-4 мл каждого компонента на литр питательного раствора. То есть мы здесь, посмотрите, у нас тут общее содержание, сколько здесь азота, аминокислот и так далее и тому подобное, фолиевой кислоты. То есть мы берём на литр воды 5 мл, ну или 4 мл одного, 4 мл другого. Ну, смешиваем. Я когда читала о нём отзывы, когда покупала его, то есть он для кокосового субстрата, для, да вообще-то для различных грунтов. Я не знаю, просто хочу попробовать, а почему нет? Ну, на канале той девушки она ещё начинает, я так поняла, заниматься растениями. Вот. Поэтому особо там результата какого-то вау, естественно, ещё не было, потому что мало времени прошло. Вот. Мне просто заинтересовал сам по себе состав. Вот. Так что будем пробовать, будем смотреть. Я ни в коем случае пока ничего не рекомендую. Просто показываю вам, что приобрела. То есть муж спросил, какие по счёту это ножницы, я сказала, всего-то третьи. Третьи из которых. Ну, сами понимаете, такого много не бывает. Ну, вот. Вот они мои, в общем, новиночки. Я побежала заниматься дальше растениями, естественно. И дальше сниму вам, что у меня будет происходить. Благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. Ну, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok